Человек принёс картину, попросил сделать на неё экспертизу. У нас не Саша в тот момент. Я был в командировке во Франции, он был, по-моему, в отпуске в Париже. Это было лето, не помню, какое это было, год 2000, или 12-й, или 11-й, даже 10-й. Я сейчас не могу точно сказать, наверное, 10-й, скорее всего, лет 5 назад происходило. Вот, но давно достаточно. Вот, она её сдала. У нас не было, к сожалению, тогда начальник СИЗа уходил в отпуск. Делала экспертизу только одна Герасченко, Ирина Владимировна. Но она сделала экспертизу. Её, к сожалению, без совета выпустила. Понимаете, это то, что я всегда был против, чтобы без совета... Пусть лежат, ничего страшного. Понимаете, что такое выпустить экспертизу без совета, это значит, что она не прошла проверку таких же коллег, как Ирина Владимировна. Понимаете. То есть, вот, допустим, мы не смотрели, не сравнивали рентгены, мы лично. Вот я, например, я всегда, как приёмка, во всяком случае, всегда всех допытываю, чтобы пока докажите мне, что вот это подлинно и неподлинно. Как у нас строится экспертиза? Эксперты приносят материалы, нам доказывают. Начальник отдела экспертизы мне или мне доказывает о том, что вещь подлинная или неподлинная. Если предоставлены доказательства объективные, они как бы совершенно имеют признаки, там, скажем так, что мы втроём приходим к выводу, что вещь доказана, то мы тогда её выпускаем. У нас, знаете, сколько лежит экспертиз, которые перечёркнуты. Вот эксперт выпустил её, а мы её не пропускаем. Только по причине того, что предоставленные доказательства не слишком достаточны. Когда не занимаешься грязными всякими интригами, делами, как действуют наши конкуренты, я совершенно так делать не буду. Никакими методами, я и Саше запрещаю, хотя он там 10 раз порывался, тоже какую-нибудь статью написать, какие они нечистоплотные и так далее. Бли, Саша, не надо. Это совершенно неправильно. Так. Совершенно неправильно. После того, как Третьяковскую экспертизу закрыли, из-за того, что там было процентов, наверное, 40-30, пропускали фальшивых вещей. Сколько таких случаев у нас было? Да. У нас были случаи, когда нам недавно привезли из Екатеринбурга 3 предмета. Или 4. Значит, ну, или нет, было 3, да, по-моему. Нет, 4 было. Один из всех сказали, нет, не оно, Поленов небольшой. Пытался объяснить нашим экспертам, говорю, девочки, ну, это же неправильно, что это. Что вы не хотите на Екатеринбурге посмотреть, сравнить с материалом. Давайте в Поленово с ней. Ой, такая героиня, будем мы там с ней возить. В результате, когда они приехали забирать, я говорю, знаете, я не отдам. Я вот уверен, что она. Давайте я попробую еще с ней. Хотя ее все отвели. Вот два специалиста у нас известных по Полину, они ее отвели. Я говорю, давайте я попробую еще с ней поработать. И случайно наткнулся на Полину. Я грех Поленова еще, просто запрос пошел. И учитывая, что знаю, ну, понимая, что мне отправляют запрос в Полину, надо обязательно ссылаться на какую-то вещь, которая у них находится, что вот похож на такую вещь, да. Я просто тупо листал каталог Полиновский и наткнулся просто на эту же картинку, чуть-чуть с другого ракурса вид. И я ее заложил, показал нашему начальнику отдела экспертизы. Я говорю, пожалуйста, завтра Оле и Наталье Сергеевне покажите картинку, особенно Наталье Сергеевне, чтобы она, так сказать, ну, видела, что до Полинов и делал. Он мог несколько этюдов с разных ракурсов сделать там каких-то какого-то пейзажного там момента. И я прихожу на следующий день, и она говорит, ой, Саша, я согласилась, признаю, что Полинов. Я говорю, о, зря что ты раздался, нашел картинку. Она говорит, нет, а мне Оля от Рощенко дала. Как Оля? А мне где? Говорит, а представляете, Оля тоже вечером пришла и залезла в Полиновский музей, потому что уж больно вы там на нее это... Говорят, ну, как это так, даже Полиновский музей никто не посмотрел. И она все же решила для очистки совести зазолист и нашла тоже эту картинку. Понимаете, прям тут же мы, люди не успели уехать, мы им уже перезвонили. Я говорю, вот видите, ну почему нужно было хотя бы на брендины сравнить, посмотреть. Правда, на маленькой неудачной. Хотя бы надо было по краскам посмотреть. Ну, мы же могли бы хотя бы даже вот просто... Ну, они всегда так считают, что это второй момент. Самое важное, это там теперь фактура и фактура и то, как это выглядит. Я таких картинок вот не преувеличиваю. Штуку 15-20 в год спасаю. А бывают, знаете, которые стоят значительно большие суммы. Что делать? Не знаю даже, что делать. Министерство культуры звонит и не знает, что делать. А мы знаем, я объясняю, что недавно совсем была на скрипке, там, Георгиев покупал. Я как раз оказался министр, прямый министр. У меня директор департамента просто там подмышку схватил. Саша, расскажи, что нам делать. Я объяснил, что это не природная министерство культуры, это должно министерство экономики решать. Даже министерство по налогам и сборам. Я говорю, пусть пишет вице-премьер письмо, и это будет правильно. Потому что это совсем не... А в результате вице-премьер звонит в министерство и орет. Что-то вы не можете вопрос решить. Я говорю, дайте я... Пусть она позвонит, дайте мне ее трубку. Просто я ей объясню, почему должна именно она писать, а не вы. Потому что по законодательству у нас совершенно все четко расписано. Какие предметы отписываются культурным ценностям. И когда эти культурные ценности не облагается МДС, можно законодательствовать. Мы еще должны знать всякие таможенные, всякие законодательства и так далее. Мы должны всякие правовые моменты наблюдать. Знаете, у нас же много всего. Люди думают, что они пришли, будет по 70 долларов, так сказать, богатеть на... Просто смешно. К замминистрам ходили, к дирекцию департамента приходили. Понимаете, департамент мне звонит, говорит, Саша, слушай, это старый хрен приходил. И просто тут притастил кучу бумаг, что вот фальшивый. Айвазовский, я говорю, у нас не было фальшивых Айвазовских. Я говорю, мы отводили Айвазовских, это правда. И ни одного. Если кто-то попытался доказать, что они там подлинные, или наоборот, что те, которые мы подтвердили, они фальшивые, я говорю, это все ерунда полнейшая. Я говорю, что-то мы проверяли вот и до. И как раз именно этот человек озвучивал на собрании, что он будет по 70 долларов собирать завоз. Понятно. Хотя он старый пень, не бывший стукач. Не бывший, а действующий тоже. Интересно. Ну, это, собственно, его личное дело, понимаете. Это не бывшая Росохранкультура под вас копает? Нет? Нет, это нет, не бывшая Росохранкультура. Нет, нет. Это как раз в Росохранкультуре достаточно приличные люди, в общем, работали. Ну, да. Там и Вилков, и там Александр Владимирович, как его фамилия, который сейчас министр культуры правительства. Они такие преданные своему делу люди? Нет. С ними не связаны. С ними не связаны. Это дилерская среда. Он сказал, мы заставим экспертов писать то, что нам нужно. И у меня аж челюсть упала. Я говорю, скажите, пожалуйста, Михаил, я очень-то забыл. Как вы собираетесь заставлять экспертов писать то, что вам нужно? Как это? Это что такое? То есть вы собираетесь издавить на экспертов или как? Он проповчал. Ну, и потом, значит, другой его там коллега, скажем так, он не мог утерпеть, что это такое, вы привлекаете для экспертизы по западному искусству людей, которые в этом ничего не понимают. Я говорю, это кого мы привлекаем? Может, вы озвучите фамилию? Я не буду озвучивать фамилию, но вот люди от них ничего не понимают. Вот я говорю, вы знаете, вы лучше скажите, сколько вы, что мы привлекаем специалистов, которые делают качественные, я назвал фамилию, Марьяна Никагасяна. Я говорю, она делает качественные экспертизы, но просто мы берем за это в разы меньше, чем вы. Я вот прям взвизнул. Вы демпингуете рынок? Он не выдержал на всю конференцию. Я говорю, о, вот это вы начинаете. А то специалиста мы не того приглашаем. Вас мы не приглашаем по причине того, что вы просто наглым образом берете деньги, которые неадекватные. Вещь, что 25 тысяч долларов, он берет 2 тысячи долларов за экспертизу. Что за хамство. А учитывая, что он в какого-то времени был монополист, то он, естественно. Но это вообще можно такие вещи делать? Да, а специалистов хорош, мы ничего не можем сказать в этом отношении. Ну и как-то надо какую-то этику соблюдать. Когда это было озвучено в сообществе, в дилерском, что нам могут отдать вывоз, вы понимаете, сколько нам денег придется платить? На заседание было сказано. Так вот простодушно, впрямую? Ну, а это же, у них же свое общество. Просто у нас есть несколько человек, которые нас очень поддерживают, нас очень уважают. Они нам, конечно, рассказывают, что там происходит. Угу. Знаете, дилеры, как разговаривают? Вот я послушал один раз, как они разговаривают, просто нечаянно за тем самым... за дверью стояло. Ой, у меня уши завяли. Это люди, которые занимаются культурой. Они создали свой экспертный центр, где налогов не платят. Да. Знаете, где получают деньги чистыми, так сказать, в черную касту, да? Ну, как проверить, что вы не заплатили тысячу рублей за экспертизу? Другие организации, они запросто этой базой пользуются, либо ее, так сказать, как-то перепродают или отдают информацию тем людям, которые занимаются продажей в купле картин. А учитывая, что из первых его можно купить картину значительно дешевле... В Грабари, например, моментально доступ дают. То есть там мы даже проверяли картинку, сдали туда, и немедленно просто эта информация пошла по людям, и немедленно уже звонят и говорят, а сколько вы там продаете? Понимаете, я патриот своей родины. Мне было возможности, я хотела Францию жить там спокойно, иметь прекрасную работу. Я этого не сделал. Я отказался от возможности получить гражданство еще сто лет тому назад. Просто отказался, когда мне правительство предлагало французское. Я этого не сделал. Просто я патриот родины, и я считаю, что мы должны свои силы отдавать на служение родины, а не где-то бегать, поднимать, скажем так, культуру других стран. Пусть они сами что хотят, то и делают. Это не наше дело. У нас полно работы в отечестве. Поэтому для нас это вот, ну вот, понимаете, как-то, ну как? Если я вам буду еще раз... Вот это касается, я вам только рассказала немножко по поводу вывода. А по поводу воза, вот я говорю, ой, как это так, у них такая информация, они, наверное, там, не наверное, они там обзванивают тех этих людей, которые возят и скупают у них картины. Просто так смешно. Просто люди нас не знают. Я, наверное, все время работал у Усманова, и, сами понимаете, наверное, я не сильно бедный человек. Да. Вернее, скажем так, я не то, что не бедный, но я совершенно не богатый, но я за этим не гонюсь. Мне это просто не нужно. Знаешь, какие-то свои картинки, которые я в те времена еще накупил, по 200 долларов, вместе там с квартирой пришел, у меня квартира вся обвешана была, всяким барахлом. Вот я потихоньку там какой-нибудь раз вот продаю, мне этих денег хватает, чтобы вот так сказать. Но я занимаюсь любимым делом. Ведь ведь это важно, когда занимаешься любимым делом. Плюс у меня какие-то есть там православные проекты, которые, ну, требуют каких-то денег. Но у меня есть люди, которые меня очень уважают и знают, что я себя представляю, и которые просто эти деньги дают просто так, просто под мои проекты. Не потому, что я там какой-то там эксперт, выдающийся или что-то еще. Совсем-совсем нет. Я вообще удивляюсь, что я еще живой хожу. Меня никто не пристрелил. Ну, просто я слишком известная в этом мире фигура. И это будет понятно, кто это сделал. Знаете, у нас уже какие-то очень приличные покровители есть, которые на самом верху находятся. И, конечно, они просто так не оставят, если вдруг там это будет какое-то покушение или что-то еще. Но я, например, удивляюсь, что это еще, слава тебе, Господи, как-то Господь нас хранит. Потому что они настолько вот пожелание съесть нас из говно, ну, хотя люди называют себя православными. Это вообще удивительно. Так что будьте осторожны. Если захотите написать, можете написать о... В принципе, о том, что я вам рассказал, вполне можете написать. Эта информация не является конфиденциальной. Она является как бы совершенно официальной. Просто я побаиваюсь за, скажем так, за... Знаете, чтобы вас потом по голове не стукнули. Знаете, сколько журналистов не стреляют и что-то такое не делают. И я...